Сибирь сегодня переместился на сушу из Одессы на полигон Широкий Лан Николаевской области. На учениях отрабатывали десантирование без парашютов и корректировку огня с помощью беспилотника. Как это было, видели наши корреспонденты. Батальон морской пехоты ВМС Украины лишь недавно вернулся с линии фронта на Донбассе. Сегодня в рамках учений вместе с Нацгвардией и пограничниками показывает иностранным коллегам, как умеет держать оборону. Так, скажем, экскурс в Широкино. Мы что-то принимаем у них. Они что-то принимают у нас. Мы прекрасно понимаем, на фронте украинские морпехи приобрели уникальный опыт, и мы можем перенять его у них. Тренируются смешанные команды. Вот грузинские солдаты проводят зачистку населенного пункта. На помощь им спешат украинцы, причем десантируются с вертолета беспарашютным способом, на тросе. Для многих здесь это в диковинку. Рядом морпехи попали во вражескую засаду и выносят из-под огня раненых товарищей. Вот так и происходит взаимный обмен навыками. Мне, например, запомнилось то, как с поля боя выносили человека не на руках, а на стропах. Я раньше такого никогда не видел. Это быстрее и гораздо безопаснее, чем нести раненого на себе. А это беспилотники, подаренные США, Украине. Аппараты запускают в небо над позициями условного противника. Изображение получает оператор и корректирует огонь минометной батареи. Пристрелявшись, поражают цель. Прямое выпадание. На этой неделе тренировки заканчиваются. С понедельника начнется активная фаза Сибриза. Речь в первую очередь о масштабной операции в Черном море. Там будут искать и обезвреживать подводную лодку. В учениях принимают участие 16 стран, большинство из которых члены НАТО. Помимо США, это Великобритания, Франция, Норвегия, Румыния, Канада и другие. Завершатся маневры в конце июля. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Николаевская область.